И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас четверг, сегодня у нас обновы, и есть про что рассказать вам, есть что посмотреть, и я уже быстренько пробежался, и начнем, наверное, с самого интересного и долгожданного. Паладин за кристаллы уже завтра в гараже с 5 часов московскому времени 19 ноября любой желающий сможет приобрести корпус Паладин в гараже за кристаллы, то есть, соответственно, уже завтра можно наваливать на этой жесткой тарелке и формить, 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 пока ее не занерфили, конечно же, если у нас получится. Давайте даже, может, какую-то цель поставим, давайте наберем на этом видосе 150 лайков, я завтра сразу же с утреца быстренько прикуплю, качаю и запишу видос. Как вам идея? Я думаю, нормально. Наконец-таки он будет, я уже, честно говоря, устал ждать, думал, что, может, они там еще месяц будут ждать с этим Паладином, может, он еще не будет выходить, но уже завтра Паладин за кристаллы в гараже, также вместе с ним появляется Паладин XT, ну, тут я, в принципе, ничего говорить не буду, просто HTSkin появляется в ультра-контейнерах. Также стартует завтра ультра-уикенд со специальным режимом. Не забывайте, что у нас осталось, по сути, последних 3 дня, а именно пятница, суббота и воскресенье, когда у нас в игре есть мини-игра хэллоуинская. Дальше она уже у нас полноценно заканчивается, вы видите, 3 дня, 8 часов 50 минут. Поэтому у всех тех ребят, и у меня в том числе, есть отличная возможность поформить конфеты и доделать те ходы, которые вы в этой игре входите, да, и, ну, может быть, кому-то повезет, кому-то не повезет. Кто-то дойдет до своего долгожданного кризиса, а кто-то, может быть, не успеет заформить то нужное количество, которое даст возможность дойти до чего-то уникального. Карты у нас Бобруйск, Молотов, Трибьют, шанс выпадения золотых ящиков повышен, конечно же, ну и отключена смена вооружения. Также появляются, но с ультраконтейнера, как я уже сказал, в них будет ХТ Паладин, коинбоксы, специальные миссии, попасть один раз в тройку лидеров, 5000 очков в контроле точек, 330 раз прожать что? Ускорение. 130 танков уничтожить Молот, Твинс, Рикошет, 130 танков уничтожить на рельсе, Магнуме, Гауссе, Шафте. Довольно простые миссии, ничего сложного. Вот две, а даже три спецпредложения. Появляются спецпредложения с ежедневными танкойнами. И здесь с 15 ультраконтейнерами за 2000 и за 20к с 250 ультраконтейнерами. Также у нас, конечно же, на пятницу, субботу и воскресенье повышенный опыт и фанды. Ну и если паладин за кристаллы это еще такаяся новость, то самое интересное у нас списки обновлений, которые завтра у нас уже появятся в игре. Изменяется разброс ГСа. Да, я так понимаю, что теперь он будет чуть по-другому работать. Ну, кому интересно, можете сами прочитать. Мне эта тема вообще неинтересна с этим ГСом. Теслу с подавляющими зарядами. Я так понимаю, что это как электропушка, только с этим шариком. Она дает статус подавления. Увеличили до 15 секунд. Молот с подавлением чутка поднерфили. Твинс с тяжелым плазмометом занерфили. Рикошет с плазмофакелом отдачу уменьшили и, можно так сказать, занерфили, чтобы хопперы и рикошеты жестко не могли паркурить. Понерфили эту тему. Вулкан с зажигательной лентой также занерфили. Гром апнули. Но апнули очень сомнительно, потому что с какими-то устройствами, например, снаряды кувалды, шанс критического урона 0%. Да, то есть повысили радудиус, повысили шанс критического урона, но с какими-то устройствами этого крита вообще нету. И для меня не особо понятно, что они хотят сделать с громом. Он сейчас и так находится не в балансе. Они его... Тут сначала чутка здесь написано, что апнули, потом с устройствами занерфили. Для меня не особо понятен этот момент. Если кто-то понял, можете написать в комментариях. Пушка рельсу. Можно так сказать, не занерфили все имбующие устройства. Что скау, что крупнокалиберка, что дестабилизация снаряда. Все занерфлено. Но дестабилизация, мне кажется, все так же будет актуально и хорошо смотреться. Хоппера овердрайв теперь зарядка 210 секунд. Еще на 30 секунд увеличили, чтобы хоппера рикошеты... Ну и уже и рикошеты, и уже и хоппера. Все, короче, занерфили, чтобы как можно меньше они могли ловить своих золотых ящиков. Корпус Хантер апнули, апнули, апнули. Дали больше радиус овердрайва применения. Также оглушение увеличили с 3 до 4 секунд. И время эми тоже увеличили с 5 до 6 секунд. Хантер овер полноценно апнули. Также и Крусейдера Сосуля теперь наносит вместо 1000 до 2000 урона от полторушки до 3000. То есть, предыдущие настройки овердрайва Крусейдера возвращены. Ну и напоследок, на самое вкусное, дрон бустер. Его в очередной раз нерфят. И теперь усиление припасов уменьшено. С 20 до 40 процентов. То есть, 40 процентов у нас было увеличенной ДДшки. С этим дроном. Теперь стало при фулл прокачке 30 процентов. Еще на 10. То есть, у нас было 50 процентов. Снизили на 10 процентов. Стало 40. И теперь сделали 30. Потому что написано, что все-таки эффективность этого дрона превышает эффективность любого другого. И я с этим полностью согласен. За исключением, наверное, кризиса, который также может быть эффективен. Ну и ловкач в определенных моментах может тоже показывать очень крутую динамику. TDM-очку ограничили 150 фрагами. И для меня, с одной стороны, это нормальная тема. С другой стороны, можно было бы, наверное, этого и не делать. Можно было там нормальные бабосы зафармить. Звук защиты больше не будет так сильно бить по ушам. Короче, здесь со звуком что-то поменяли. Но у меня эти звуки и так были отключены. Поэтому я разницы не почувствую. Чернушку добавили в ProBitve. Также ядерную энергию теперь можно отключать в настройках ProBitve. Это сделано исключительно для TovDream Team. Для турнирного формата. Также при создании в паркуре можно теперь отключать возможность выпадения золотых ящиков. Улучшена система уведомления о приглашении в битву. Не знаю, как это будет смотреться и как это будет работать. И здесь доработаны текстуры стандартного скина пушки-смоки. То есть, из интересного, что мы имеем. Мы имеем нерв твинца, нерв вулкана с зажигательной лентой. Но это хорошо, что его нервят. Потому что мне это все равно устройство не нравится. А кто-то еще до сих пор говорил, что оно имбовое. Поэтому придется теперь точно играть на адреналине. Но адреналин шикарно себя показывает. Поэтому здесь теперь, если сравнивать Крусейдера твинца с тяжелым плазмометом и вулкана с адреналином. Вулкан с адреналином уже будет пожестче. Занерфили рикошет, занерфили хоппер. Ну ладно, рикошет окей. Там хоппер тоже понятно. Это чтобы голды там сильно не ловились. Ну и изменения с бустом хантера неплохо. Рельса, нерв в принципе, ну можно, да. Но я бы не сказал, что она там в прям идеальном таком балансе. С громом вообще непонятно, да. То есть гром не в мете. Они чуть-чуть его увеличивают. При этом устройство, то есть, сделают так, чтобы там критического урона не было. То есть, не знаю, надо тестировать, смотреть. Но мне гром в сейчасшнем балансе вообще не нравится. Да, то есть Крусейдера тоже приапнули. Ну вообще, Крусейдер и Вулканчик просто муа. Плюшечка контентовая, на которую можно жестко наваливать. Ну и хантер теперь по сравнению там с условным викингом. Вообще идеально будет смотреться в матчмейкинге, да. То есть можно на нем неплохо давать определенного контентику. Ну с бустером, не знаю, честно. Надо будет смотреть. Но что-то мне подсказывает, что все равно бустер будет лучше, чем другие дроны. Мне так почему-то кажется. Ну, из-за исключения, как я сказал. Кризиса и ловкача в определенных режимах. Как-то так, друзья. Быстро мы все пробежались. Как я уже и сказал. Если хотите завтра увидеть контентовый видос. С утреца с паладинчиком. Уже с покупкой, с прокачкой и с обзором на него на основных серверах. Я записывал только видос, если я не ошибаюсь, на спецаке. И то это было уже, наверное, месяца полтора назад. Может больше. Да. То поддержите данный видос лайком. 150 наберем. Обязательно все это дело запишем. Ну и пишите, что вы думаете по всему этому поводу. Ловите конфеты. Надеюсь, что вы сумеете дойти до своих целей в мини-игре, которой осталось, ну, буквально три дня. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, поддерживайте видос лайком. Нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Мистер Ванька.